Давайте вот с чего начнем. Мне кажется, что одно место из того, что я в прошлый раз рассказывал, не слишком удачное. Я чуть-чуть повторю. Мне казалось, что использование изометрического отображения проясняет дело, а вот я чувствую, что на самом деле это только затуманивает. Значит, вот о чем идет речь. Вот помните, мы рассматривали отображение из РМ в РД, линейное, невырожденное. Ну и, значит, обозначали через М ФИАТ РМ. Значит, это подпространство размерности М. М малая. Вот, и интересовались мерой. Значит, вот лямбда М – это мера Лебега в РМ. Так, по-моему. Нет, лямбда М – это мера Лебега в М. Вот, и то, что нас интересовало, нас интересовало вот что. Я не помню, гамму я использовал обозначение или нет, вы мне скажете сейчас, или другое. Мера гамма – это лямбда М от ФИ от Е. Значит, Е – это барельское подмножество в РМ. Вот, ну и мы пришли, в конце концов, к следующему, что это самая мера лямбда М, мера гамма. Давайте так напишем, лямбда М ФИ от Е. Это вот что такое. Это детерминант грамма отображения ФИ в степени 1, 2 на Лебегову меру Е. Ну вот, в промежутке там были некие вычисления, и вот, значит, чтобы избежать второго базиса, я переходил. На самом деле это не нужно, все получается точно так же, но проще. Так что, вот, посмотрите. Значит, смотрите, вот мы выбираем базис Е1ЕМ в РМ. Пусть G1 и так далее, GМ – это автономированные базисы. В М. Ну и тогда, значит, вот матрица отображения ФИ в этих двух базисах, значит, это будет матрица Т, вот такая будет, значит, что там будет. Будет скалярные произведения G, И, а здесь будет ФИ от Е, И, G. Вот такая матрица будет. Значит, здесь И, Т, строка, житый столбец. Вот так. Вот. И можно прямо с этой матрицей работать, не надо никаких дополнительных переходов. Вот. Ну и дальше, значит, что же. Мы знаем, что из предыдущего, помните, мы рассматривали отображение Лебеговой мерой, преобразование Лебеговой мерой линейным отображением. Мы знаем, что лямбда М от ФИ от Е – это вот что такое. Это тоже мера Лебега. Вот здесь должен стоять детерминант Т, модуль детерминанта Т на Лебегову меру Е. Ну вот, и дальнейшие преобразования связаны с тем, чтобы выразить этот детерминант Т в другой форме. Ну вот, для этого что же пишется? Пишется, что детерминант Т – это то же самое, что… Модуль детерминанта Т – это то же самое, что детерминант Т' Т, где Т' – транспонированная матрица, в степени 1,2. Ну и надо вычислить матрицу Т' Т. Там ровно такое же вычисление, как если бы здесь был базис ЕИ. Ну и матрица Т' Т. Значит, вот если ее элементы обозначить альфа и ежи, так, то тогда альфа и ежи точно так же, как в тот раз, получится вот что. Это будет сумма ЖК по К от единицы до М, ЖК ФИ ЕИТ на ЖК ФИ ЕЖИТ. Вот такая матрица. Такой элемент. Ну и точно так же, как в прошлый раз, значит, мы перепишем это в виде суммы К от единицы до М. Но на самом деле сумму внесем внутрь. А здесь перепишем так. ЖК. ЖК, вот это число внесем вот сюда. Значит, будет ЖК на скалярное произведение ЖК ФИ ЕЖИ. Так. Вот. И теперь... Так, вот давайте так сделаем. Скалярное произведение вынесем сюда. Сумму можно внутрь нести. Сумма на ЖК... На ФИ ЕЖИТ. На ФИ ЕИ. Вот так. Вот. И вот эта сумма, вот, посмотрите, вот здесь разложение вот этого вектора по базису ЖК, так, коэффициенты этого разложения. И дальше умножаются на эти вектора, складываются, значит, понятно, что это будет просто ФИ ЕЖИ. Сам вектор. Ну и получается то же самое. Получается просто-напросто скалярное произведение ФИ ЕЖИ на ФИ ЕИ. Ровно то же самое. Ну и дальше все понятно. Так что получается как раз вот эта матрица грамма, и тем самым приходим к вот той формуле. Значит, вот. Мне кажется, что так проще, потому что у меня было ощущение, что это был излишний такой пассаж, скажем так. Ну, хорошо. Значит, теперь дальше. Как я уже говорил, для того, чтобы обобщить вот эту формулу на случай, когда наше отображение ФИ гладкое достаточно, но не обязательно линейное. Значит, в этом случае образ нашего пространства РМ – это уже не подпространство, это будет многообразие размерности М, вложенное в РД. Ну и, значит, вот мера лямбда М, мера, да, лямбда М, мера Лебега в М, мы уже не знаем, что такое мера многообразия. Значит, нужно понять, что такое мера многообразия. Вот оказывается, что есть единая конструкция, которая дает все сразу. Вот. Эта конструкция носит название мера Хаусдорфа. Так что сделайте такой заголовок. Мера Хаусдорфа. На самом деле их много, но заголовки можно в единственном числе написать. Значит, эта конструкция очень общая. Значит, она состоит в следующем. То есть, вот пусть ХД – это метрическое пространство. Д – это метрика в метрическом пространстве. Значит, тем самым у нас есть шары. Ну и конструкция состоит в следующем. Сначала будет строиться, ну, не совсем мера, а это будет употребляться такое слово – вместимость. По Хаусдорфу. И это будет определено для всех подмножеств вот этого метрического пространства. Значит, но для того, чтобы эту конструкцию осуществить, нужно еще добавить некоторую функцию. Вот возьмем функцию u от t. t больше либо равно нуля, которая строго возрастает. Так, дальше непрерывно. И u от нуля равно нулю. Вот такая вот функция. Значит, наиболее интересные для нас в дальнейшем ситуации будут ситуации такие, когда u от t – это t в степени альфа, а альфа больше нуля. Вот это будет семейство таких функций. Значит, и для каждой такой функции будет строиться своя вместимость. Своя. Значит, тем самым, столько, сколько таких функций, столько будет разных мер Хаусдорфа. В конечном счете. Вот. Ну, хорошо. Значит, теперь, ну вот пусть е какое-то подмножество х. Значит, сначала делается следующее. Вот берется епсилен больше нуля, и дальше рассматриваются всевозможные покрытия, абсолютно всевозможные шарами, множество е, радиусы которых не больше, чем епсилен. Ну, давайте как-нибудь это семейство шаров обозначим. Значит, вот пусть с епсилен – это семейство шаров. b – это шар. Шар в х радиуса не больше, чем r. Не больше, чем епсилен. Радиусы меньше либо равно епсилен. С произвольным центром, значит, вот всевозможные шары. Так вот, дальше берется следующее. Берется инфимум. Вот таких сумм, сумм r – g. Не r – g, а у от r – g. По g. И инфимум берется по всевозможным покрытиям. Значит, вот по всевозможным покрытиям. Давайте так напишем. b – g. b – g принадлежит s. Эпсилен. Такой инфимум рассматривается. Вот покрыли им наше множество такими шарами. Посчитали сумму вот этих самых значений функции у на радиусах. r – g – это шар радиуса. r – g, значит, b – g. b – g – это шар с центром в какой-то точке x – g радиус r – g. И вот эту величину мы обозначим так. h – u – ε от e. И назовем ε вместимостью множества e соответствующему функции u. А где справа вообще е участвует? Что-что? Справа не где е не с собой перебывал. b – g. Надо чтобы было хрыть селье, правильно? Ну, b – g. Значит, смотрите. Ну, хорошо. Да, вот здесь надо написать, что b – g. Давайте так напишем. b – g принадлежит s – ε, так? И e покрывается объединением b – житых. Вот так. Спасибо. Теперь все в порядке? Вот. Значит, и так. Значит, что это такое? Это ε вместимость множества e соответствующая или подчиненная функции u. функции u. Или относительно функции u. Вот. Ну, хорошо. Значит, вот определили такую вещь. Теперь, дальше, что мы сделаем. Ну, вот давайте заметим, предположим, что мы начинаем менять ε. Функция u у нас фиксирована. Начинаем ε уменьшать. Что у нас при этом произойдет? Значит, у нас количество тех покрытий, которые мы будем рассматривать, будет уменьшаться. Правильно. Значит, инфимум будет только возрастать. Значит, тем самым можно написать, что h u ε от e возрастает при ε, стремящемся к нулю. Так ведь? Хорошо. Значит, существует предел, конечный или бесконечный. Значит, вот этот предел, вот этот предел, этот предел обозначается... Просто h с индексом u от e. Ну и называется просто вместимостью множества e относительно функции u. Значит, итак, h u от e – это предел при ε, стремящемся к нулю, h u, ε от e. Вместимость e относительно u. И вот эта вместимость, вот она-то и обладает хорошими свойствами, как вот окажется. Ну, хорошо. Вместимость, эрихоуздорфовая вместимость. Ну, на самом деле, в дальнейшем мы увидим, что если ограничиться Борелевскими подмножествами, то вот эта самая вместимость будет мерой. Вот. И вот она-то и называется хауздорфовой. В этом случае, когда мы ее рассматриваем на Борелевской сигмауге, мы говорим о мере Хауздорфа вот относительно функции u. Ну, и дальше оказывается, что в тех случаях, когда функция u – это вот степенная, то, например, скажем, в rd, если мы возьмем функцию t в степени d, то на Борелевских подмножествах в мере Хауздорфа окажется пропорциональной мере Лебега. И тем самым, она-то определена на всевозможных Борелевских подмножествах rd. Ну, в общем, вот вы увидите. Хорошо. Давайте реализовывать эту программу. Значит, вот первая теорема. Первая теорема. Теорема 1. Значит, функция h, u. Значит, смотрите, функция h, u определена на всех подмножествах. Значит, вот h, u является ну, вот тут разные слова предмерой или внешней мерой. Сейчас я потом поясню. Внешней мерой. Значит, что это значит? Значит, вот давайте здесь напишем. То есть, пояснение к тому, что такое предмера. То есть, она обладает такими свойствами. Первое. h, u от пустого множества равно нулю. Второе. Она монотонна. h, u от e1 не превосходит h, u от e2 если e1 вложена в e2. И третье. h, u счетно-полуаддитивно. Счетно-полуаддитивно. А это что означает? Это означает, что h, u от объединения ежитых не превосходит суммы h, u от e-житых. Для любого счетного набора ежитых. кроме того значит, кроме того кроме того функция h, u она почти аддитивна. Что это значит? Почти аддитивна. Вот в каком смысле. Это означает, что h, u от a объединенное с b равняется h, u от a плюс h, u от b если расстояние от a между a и b больше нуля. Если множество находится на положительном расстоянии друг от друга. Вот такая теорема. Ну, что можно сразу сказать? Скажите, пожалуйста. Значит, давайте проверять условия 1, 2, 3 ну и потом вот вот эту самую почти аддитивность. Первое условие нужно проверять или нет? Смотрите. Пустое множество можно покрыть одним шаром произвольно малого радиуса. Так что понятно в силу предположения, что u от нуля равно нулю и непрерывно мы получим то, что нужно. Значит, первое вытекает сразу из определения. Второе условие надо проверять или нет? Тоже нет. Смотрите, ясно, что всякое покрытие для e2 будет покрытием и для e1 и из определения сразу получится, что соответствующее неравенство для ε вместимости переходим к пределу и получаем в пределе то, что надо. Значит, нужно проверять значит, тем самым два очевидно надо проверять вот это и вот это. Вот. Ну, хорошо. Давайте проверять счетную полуаддитивность. Счетную полуаддитивность. Так. Ну, значит, вот взяли такой набор ежитых посмотрели на сумму, которая справа. Если она бесконечна, то проблем нет. Правда? Неравенство будет выполнено. Значит, можно считать, что она конечна. и так предполагаем, что сумма h. Да. Значит, естественно, что даже следующее. Давайте начнем доказывать это неравенство. Да нет, нет. Вот то, что я сказал, все так и есть. Ежитых по g меньше бесконечности. Можно считать, что выполнено вот это. Потому что в противном случае все ясно. Ну, хорошо. Если, значит, вот у нас это конечно, то что же дальше мы можем сказать? Значит, вот давайте посмотрим на отдельное h. u от ежитого. Это ведь предел при ε, стремящемся к нулю, h. u ε от ежитого. Правильно? Значит, каждая индивидуальная h. u от ежитого тоже конечна. Ну, значит, у нас для можно найти такое покрытие по определению вот этого самого h u ε от ежитого. тем самым для каждого g найдется такое покрытие, давайте его обозначим как-нибудь, b g катое, семейство пока, покрытие шарами множество, множество ежитого, такое, что, такое, что все радиусы, значит, пусть радиус этого шара будет r g катое, все радиусы будут меньше ε, меньше либо равно ε, так, и сумма u от r g катое, это сумма по k будет меньше, чем, значит, я хочу, значит, это же инфимум, да, значит, будет меньше, чем h u ε от e житого плюс, скажем, какое-то дельта делить на 2 в степени g, так, значит, вот взяли дельта больше нуля, зафиксировали, вот, и разделить на значит, вот это вот у нас конечно, значит, при достаточно малых ε, это тоже будет конечно, Ну и тогда вот такое вот неравенство заведомо можно написать. Так, хорошо. Ну хорошо, вот для каждого ЖИ выбрали такое покрытие. Значит, ну ясно, что, смотрите, ясно следующее, что если мы объединим все эти покрытия, то это будет покрытие объединения, покрытие для объединения ежитых. Значит, ясно, что объединение ежитых, вот оно входит в объединение по ЖИК, вот этих самых БЖИКатых, по ЖИ. Ну а что отсюда следует? Да, и при этом, смотрите, значит, во всех этих покрытиях радиусы шаров, которые используются, не превосходят эпсилен. Значит, можно написать такое неравенство, что H, U, эпсилен от объединения ежитых по ЖИ, что это все не превосходит суммы всех радиусов. Суммы по ЖИ, сумма по К, вот этих, ну не радиусов, а функций У от РЖКатых. Вот так. Ну и теперь я могу, это такая двойная сумма, но все не отрицательно, значит, можно вычислять ее как угодно. Ну вот давайте вот так вот ее запишем, и тогда все это не превосходит, то есть можно здесь написать меньше либо равно, суммы по ЖИ, вот этих самых, H, U, эпсилен от ежитых, плюс сумма по ЖИ вот этих остатков, а это даст дельта. Плюс дельта. Вот. Ну теперь давайте смотрим на левую часть и на правую часть. Теперь уже пропали все радиусы, значит, здесь у нас фиксированное множество, а здесь эпсилен у нас фиксировано, а дельта я могу выбрать произвольно. Значит, я могу перейти справа к пределу по дельта, стремящимся к нулю, и получу вот такое неравенство. Ну и получим вот такое неравенство, что H, U, эпсилен от объединения ежитых не превосходит суммы H, U, эпсилен от ежитых. Вот. Ну и теперь все понятно. Правда ведь? Теперь надо переходить к... Да. Вот смотрите. Теперь это в свою очередь. Ведь поскольку вместимость – это предел H, U, эпсилен, при эпсилену, стремящемся к нулю, но при этом по эпсилену эти вещи все возрастают, значит, каждое такое слагаемое не превосходит суммы H, не превосходит соответствующего вот такого слагаемого. H, U, это. Пожи. Ну и вот теперь слева можно перейти к пределу уже без всяких проблем, устремляя эпсилен к нулю. Это стремится к H, U, от объединения ежитых. Ну и все получается. Вот получили счетную полуаддитивность. Так, все уследили, есть ли вопросы? Ну, эта часть более простая. Так. Можно стереть, наверное, да, вот эту? Да, мы только не стирать. Пока не стирать. Хорошо, давайте. Ну, я просто хочу пока зафиксировать, пусть пока определение вместимости будет перед глазами. Нижнюю доску, к сожалению, использовать плохо. Значит, теперь займемся проверкой последнего, полупочти аддитивности. Все? Ну, вот для почти аддитивности сначала я нарисую картинку и объясню суть дела, а потом запишем. Хорошо? Вы, значит, пока что просто послушайте. Значит, вот у нас есть два множества, а и б, которые на положительном расстоянии. Ну, что это значит? Это означает, ну, пусть расстояние между а и б, ну, равно, скажем, там, чему там? Д больше нуля. Нет. Вот. Ну, дельта. Дельта пусть будет. Дельта больше нуля. Значит, ну, тогда понятно, что если я возьму эпсиленокрестность множества А при достаточно малом эпсилен, и эпсиленокрестность множества Б при достаточно малом эпсилен, сейчас мы запишем, то, значит, А эпсилен и Б эпсилен, они не будут пересекаться. Правильно? Ну, а что это значит, в свою очередь? Теперь смотрите, когда мы вычисляем вот эту самую эпсилен или там какую-то вместимость, то мы рассматриваем покрытие, причем всевозможные покрытия. Но понятно, что те шары, которые вообще не имеют точек пересечения с множеством, можно выкинуть. Они никоим образом не влияют на, так сказать, выкидывая их, мы только уменьшаем соответствующую сумму, значит, на инфимум они никоим образом не влияют. Это понятно, да? Вот. Значит, а теперь смотрите, если я возьму шар, который пересекается с множеством А, но достаточно малого радиуса, а именно нужно, чтобы два радиуса были бы меньше эпсилен, правда? То тогда он не выйдет, он останется внутри эпсиленокрестности. То же самое здесь. Так? Он останется внутри этой окрестности. И, значит, раз окрестности не пересекаются, так, вот пересечение А эпсилен с Б эпсилен, пустое, вот, то, соответственно, у нас два семейства, которые мы используем для покрытий при определении инфимумов, они будут состоять из дизъюнтных шаров. Ну, и, значит, там соответствующие суммы распадутся в сумму двух сумм. Переходим к пределу, получаем равенство. Вот это вот идея, очень простая. Ну, а давайте теперь запишем. Значит, итак, давайте возьмем эпсилен меньше, чем вот эта самая дельта, деленная на 4. По-моему, вот этого нам хватит, уже заведомо. Вот. И давайте рассмотрим H, U, эпсилен от А, объединенное с Б. Вот при таком эпсилен. Опять-таки, повторяю, что при определении эпсиленовместимости мы используем только шары, которые имеют непустое пересечение с нашим множеством. Значит, вот здесь, если шар имеет пересечение с множеством А, объединенное с Б, то поскольку его радиус меньше, чем дельты на 4, то он не может пересекаться с Б, если он имеет непустое пересечение с А. И наоборот. Значит, тем самым, вот это что такое? Это есть инфимум соответствующих сумм. Ну, можно не писать, но... Давайте напишем так. Даже не так. Я не хочу инфимум писать. Значит, для того, чтобы получить эту величину, надо рассмотреть вот такую сумму. Сумму R житых, U от R житых, O G, где вот эти самые B житые образуют покрытие множества А, объединенное с Б. Но при вот таком условии B житые, вот это покрытие, я могу разделить на две части. Те шары, которые имеют непустое пересечение с А, и те шары, которые имеют непустое пересечение с Б. Значит, тем самым, вот это самое B житые можно представить как объединение B с G1, объединенное с B с G2, вот, где уже каждая из них является покрытием только... Первое покрытие только А, второе покрытие – Б. Ну и, соответственно, тогда ясно, что вот эта сумма распадается в сумму двух сумм. Сумма U R житых первая плюс сумма R житых вторая, где соответствующие только U от R житых второго, где R житых один и R житых два, соответственно, радиус этих шаров. Вот, и все. Дальше, значит, берем инфимум. Поскольку у нас нет никаких пересечений, то получаем, переходя к инфимуму, мы получаем, что вот у нас есть вот такое равенство H U от A плюс H U от B, вот, эпсельный. Значит, вот пришли к такому равенству. Ну, а если есть это равенство, дальше переходим к пределу по эпсельным, стремящимся к нулю, и получаем почти аддитивность для вместимости H U. Значит, теперь, вот, прежде чем заканчивать, прежде чем идти на перерыв, значит, вот что я хочу сказать. Значит, давайте вспомним, как мы продолжали меру. Значит, вот у нас была мера на алгебре, и мы хотели ее продолжить до чего-то. Что мы сделали? Мы по этой мере построили то, что назвали внешней мерой, правильно ведь? Вот. И выяснили, что, значит, внешняя мера – это была функция множества, определенная на всех подмножествах соответствующего пространства. И выяснили, что вот если мы рассмотрим так множество, которые были измеримы относительно этой внешней меры, то они образуют сигма-алгебру. И эта сигма-алгебра содержит нашу алгебру, ну и тем самым она содержит сигма-алгебру, порожденную алгеброй. А на сигма-алгебре измеримых по вот этой внешней мере множеств, наша внешняя мера, она превращалась просто в нормальную счетно-аддитивную функцию множества, то есть в меру. Вот была такая конструкция. Вот если проследить, это вы можете сделать легко без меня, что там, как там делалось, то выясняется следующее, что не обязательно можно не иметь меры в начале. А вот если, что вся конструкция, связанная с сигма-алгеброй измеримых множеств по внешней мере, она вся использует только вот эти три свойства. Что та внешняя мера, которая строилась по мере на алгебре, вот она как раз удовлетворяет этим свойствам. И все дальнейшее зависит только от этого. Вот почему я, видите, написал предмера, а в скобках внешняя мера. И, значит, вот в литературе, на самом деле, я думал, что мне это не понадобится, поэтому я взял конструкцию более узкую, а именно исходил из меры, строил внешнюю меру. На самом деле в литературе вот эта вот теорема Лебега-Каратеодори, она формулируется так. Вот давайте возьмем внешнюю меру, вот предмеру, вот как вот с этими свойствами. Дальше рассмотрим измеримые множества по этой функции. И дальше все это, значит, осуществляется. Так вот, на самом деле, исходная мера, она, в принципе, не нужна, а нужны вот эти три свойства. Вот они у нас перед нами есть. Так что дальше я буду использовать как раз вот это. Я рассмотрю семейство измеримых множеств по вот этой внешней мере. Известно, что это сигма-алгебра. Но вот оказывается, основная работа будет связана с тем, чтобы проверить, что баррельевские множества входят, что они являются измеримыми. Вот как только мы это проверим, значит, получится, что соответствующая этой внешней мере мера на измеримых множествах, она будет и мерой на баррельевских множествах. Вот это то, что нам надо. Ну вот это будет после перерыва. Сейчас перерыв. Давайте продолжать. Значит, итак, вот теорема 2 может быть сформулирована следующим образом. Ну, собственно, значит, давайте предположим, что вот nu – это какая-то функция множества. Значит, nu – функция множества на p от x, то есть на совокупности всех подмножеств множества x, которая удовлетворяет условием 1, 2, 3 и условию, давайте его назовем, 4. Вот такой вот полуаддитивности на множествах, которые отделены друг от друга. Значит, функция множества на p от x со свойствами 1-4. Вот. тогда все боррелевские множества будут неуизмеримы. Значит, вот давайте вспомним, что означает измеримость множества. Множество а неуизмеримо, если множество е неуизмеримо, если для любого а ню от е равняется ню от е пересеченное с а плюс ню от е пересеченное с дополнением мк. То есть, если множество а любое множество а рассекает е вот таким образом. сейчас, это я неправильно написал, если для любого е измеримы, значит, е должно рассекать, а для любого а вот так вот должно быть. Вот. слева должно быть. Значит, напоминаю, значит, вот то, что я сказал в конце предыдущего часа, означает следующее, что сигма алгебра измеримых множеств, что измеримые множества образуют сигма алгебру, и на сигма алгебре измеримых множеств функция и ню будет мерой. Значит, если мы докажем эту теорему, то мы тем самым получим, что все Боррелевские множества измеримы сигма алгебра, и, значит, соответственно, наша функция HU, сужение ее на Боррелевскую сигма алгебру будет мерой. Хорошо, доказательства. Доказательства. Ну, во-первых, смотрите, вот такое неравенство ню от А меньше либо равно ню от Е пересеченное с А плюс ню от Е пересеченное с дополнением К, оно очевидно, оно вытекает из свойства 2, из монотонности, нет, из полуаддитивности. Там же должно быть дополнение Е и А. Сейчас, 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 подождите, значит, ню от А, да, должно быть вот так вот, дополнение Е. Спасибо. Это вытекает из полуаддитивности, потому что множество А, вот оно, является объединением этих двух множеств, значит, значение ню на объединении не превосходит суммы значений на объединяемых множествах. Так что, это очевидная вещь. Значит, тем самым, нужно доказывать противоположное неравенство. надо доказать, что ню от А больше либо равно ню от Е пересеченной СА плюс ню от дополнения Е пересеченной СА. Теперь, что нам нужно доказывать? Нам нужно доказывать это для Боррелевских множеств, так ведь? Ну, как обычно, поскольку сигма-алгебра, поскольку все измеримые множества образуют сигма-алгебру, если мы докажем, что часть Боррелевских множеств, которая порождает сигма-алгебру Боррелевских множеств, является измеримыми, то все будет доказано. Ну, давайте возьмем стандартное семейство, которое порождает Боррелевскую сигма-алгебру, а именно открытое множество. Значит, давайте предположим, что наше множество Е открыто. Значит, вот предполагаем, что множество Е, я его буду обозначать дальше G, открыто. Открыто. Ну и, значит, нам нужно доказывать, что вот здесь нужно заменить на G, вы перепишите, а я вот такую вещь для всякого G открытого. Вот. Так, у вас вопрос? Нет, нет, не стесняй. Нет, нет, я разбираюсь дальше. Нет, точно, потому что я призываю вас не откладывать ваши вопросы на потом. Так. Согласились с этим, да? Значит, вот давайте будем доказывать. Вот зафиксировали открытое множество, и что вот это верно для G открытого. Но на самом деле это должно быть верно для любого А. И для любого А. Ну, хорошо. Ну, значит, что мы будем использовать? Естественно, мы нужно, здесь существенным моментом является использование вот этой вот самой почти аддитивности. Но почти аддитивность работает тогда, когда множества отделены друг от друга, правильно? А вот два множества, которые вот здесь вот, они, вообще говоря, не отделены. Значит, надо их как-то отделить. Значит, вот отделять будем вот следующим образом. Значит, давайте обозначим через F дополнение множества G. Это будет замкнутое множество. Так. И определим множество Gn следующим образом. Gn – это множество тех Х, для которых расстояние D от Х до F больше одной n. Значит, вот я нарисую картинку. Значит, вот предположим, что вот это множество G, так, открытое, дополнение замкнутое. Значит, скажем, я взял n равно 1. Ну, в принципе, может оказаться, что для первых n это множество может быть пусто, правда? Представьте себе, что G имеет очень малый диаметр, тогда таких Х вообще не найдется. А начиная с какого-то момента, значит, мы получим множество. Вот будет множество G1. Значит, вот оно, G1. Это будет множество всех точек, которые удалены от F больше, чем на 1 n. Значит, вот это расстояние от точки Х из множества G1 до F. Значит, вот это F будет больше 1 n. Затем следующее множество, G2, будет более узкое, потому что это будет множество тех точек, которые удалены от F на расстояние... Почему? Нет, не более узкое, наоборот, более широкое. Наоборот, более широкое. На расстояние больше 1,2, скажем. И так далее. Значит, вот получим семейство множеств, Gn. Это семейство будет возрастающим. Так? И понятно, что его объединение, объединение Gn-ных, это G. Ну, вот такое включение очевидно, потому что ясно, что каждая Gn-ная есть часть G. А то, что в обратную сторону включение... Ну, просто посмотрите, каждая точка G, она входит в G, поскольку G открыта со своей окрестностью, значит, она на положительном расстоянии от F, значит, в какое-то Gn-ное она попадет. Так что вот имеем такое равенство. Вот. Хорошо. Но вот самое интересное, для чего вводятся эти множества Gn-ные? А вводятся они вот для чего. Что если рассматривать последовательность этих Gn-ных с нечетными номерами, G1, G3, G5 и так далее, с нечетными номерами, то вот в этой последовательности каждая пара будет отделена... Это будут отделенные множества. Они будут на положительном расстоянии. Интуитивно, может быть, это почти понятно, но мы это проверим формально. И то же самое будет для множеств с четными номерами. И так далее. Почему? Я неправильно сказал. Конечно, они не будут отделены. Нужно рассмотреть... Я поторопился. Нужно рассмотреть разности кольца, которые возникают. Вот G1, потом G2-G1, потом G3-G2 и так далее. Вот такие вот... И вот они уже будут такие, как надо. Давайте их как-нибудь тоже обозначим. Вот их я обозначу через ЕК. Пусть Е... Ну, N-ное. Это есть G... N плюс 1. Gn минус Gn минус 1. Значит, тем самым G1, а G нулевое будем считать пустым множеством. Значит, тогда тем самым у нас Е1 будет равно G1, а дальше они пойдут уже вот так, как я сказал. Так вот, вот эти самые множества Е они будут отделены. Е1, Е3, Е5 и так далее. Е с индексом 2G плюс 1 и так далее. Вот они будут находиться друг от друга на положительном расстоянии. И то же самое верно для множества с чётными номерами. Е2, Е4, Е6 и так далее. Вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, давайте проверим. что это так. Давайте проверим. Ну, вот. Что нужно рассмотреть? Нужно рассмотреть. Вот предположим, что это G вот это вот Е, скажем, Н, а это, соответственно, будет Е Н плюс 2, да? Через одно они идут. Вот. Опять что-то непонятное. Нет? Вот. Ну, давайте, значит, я утверждаю, что расстояние между ЕН и ЕН плюс 2 больше нуля. Значит, вот утверждение, что Д от ЕН 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 плюс 2 строго больше нуля. Ну, для, значит, для определенности давайте будем считать, что, значит, вот, ну, собственно, это не важно. Да, значит, ЕН у нас это ЖН минус ЖН плюс 1, ЖН минус 1, а ЕН плюс 2 ЖН плюс 2 минус ЖН плюс 1. Ну, предположим, противное. Значит, предположим, что это расстояние равно нулю. что это расстояние равно нулю. Ну, что тогда можно сделать? Тогда для любого дельта больше нуля существуют точки Х из ЕН У из ЕН плюс 2 такие, что расстояние от Х до У меньше дельта. Правильно? Ну, можно по определению расстояния. Это же инфимум. Ну, хорошо. Значит, вот эта точка Х, скажем, здесь, а У вот где-то здесь, и расстояние между ними меньше дельта. Ну, раз точка Х принадлежит, значит, Х принадлежит ЕН, раз точка Х принадлежит ЕН, она принадлежит ЖН, значит, расстояние от Х до Ф у нас больше одной Н. Так ведь? А точка У у нас принадлежит вот этому множеству, то есть, вот этой разности. И, значит, во всяком случае она не принадлежит ЖН плюс один. Значит, У не принадлежит ЖН плюс один. А что это значит? Это означает, что расстояние от У до Ф у нас меньше либо равно значит, я там как определял? Строго больше, да? Расстояние, да, значит, либо равно, чем единица на Н плюс один. Так? Вот. Ну, что же получается тогда? Смотрите, у нас расстояние от Х до У меньше дельта, так, вот это расстояние меньше дельта, а расстояние от У до Ф, вот здесь где-то Ф, так, оно меньше, чем, меньше, либо равно единица на Н плюс один. Но тем самым, по неравенству треугольника, тогда бы мы получили, что расстояние от Х до Ф не превосходит единица на Н плюс один плюс дельта. Ну, и что бы получилось? Смотрите, поскольку дельта я могу выбирать как угодно, маленький, но Х зависит от дельта, правильно? Вот. Мы получим в конечном счете, что расстояние от ЕН, расстояние от ЖН до что в ЖН находятся точки, но расстояние меньшим чем одной Н. Значит, при достаточно малом дельта вот это будет меньше чем одна Н. Получим противоречие. Значит, еще раз повторяю, я чувствую, что еще не все ясно. Значит, смотрите, что мы сделали. Мы видели, что для любого дельта, сколь угодно малого, вот давайте возьмем дельта сразу таким, чтобы выполнено вот это было неравенство. Значит, дельта понятно, как его нужно выбирать. Зафиксировали дельта, поэтому дельта нашли точки Х и У, вот какие здесь принадлежащие, соответственно, ЕН, ЕН плюс 2, и для которых, которые лежат на расстоянии меньшем дельта. Х принадлежит ЖН, значит, Х принадлежит ЕН, стало быть, принадлежит ЖН, следовательно, для Х мы имеем вот это неравенство. У не принадлежит ЖН плюс 1, значит, для У выполнено вот это неравенство. Ну, а отсюда вытекает, что расстояние от Х до Ф, значит, ну, что это значит? Смотрите, давайте уж совсем подробно. Это означает, что существует Z такое, что принадлежащее F такое, что расстояние от Y до F меньше, ну, какого-то произвольно малого в эпсилен. Так? Плюс единица на n плюс 1. Ну, и, соответственно, тогда расстояние от Х до Z будет не превосходить единица на n плюс 1 плюс вот эта маленькая эпсилен плюс дельта. Ну, так, это будет меньше, чем единица на n плюс 1 за счет того, что дельта у нас уже выбрано строго меньше соответствующей разности, а эпсилен я могу взять сколько угодно малым. Вот и все. Получим противоречие. Вот. Получим противоречие меньше 1 n здесь. Вот. Получим противоречие. Это противоречие показывает, что действительно эти множества будут разделены. вот это вот существенный момент для дальнейшего. Так. Хорошо. Ну, вот запомнили это. Теперь давайте напишем такую вещь. ню от gn пересеченное с a. Да. Значит, заметим вот что. Смотрите. Значит, ясно, что d расстояние от gn до f больше либо равно 1 n. Больше нуля. Тем в целом они лежат на положительном расстоянии. Раз так, то и gn пересеченное с a и f пересеченное с a сейчас будут подмножество двух множеств, которые лежат на положительном расстоянии, отделены на положительном расстоянии, тоже будут разделенные множества. Ну и значит, можно написать такое равенство. Ню от gn пересеченное СА плюс ню от Ф, пересеченная СА, это равняется ню от ЖН объединенной СФ пересеченной СА. В силу полуаддитивности. Потому что эти множества разделены. Тоже больше либо равно 1 н. Для любого А. Вот. Значит, по полуаддитивности получим вот такое равенство. Хорошо. Дальше что? Значит, тем самым... Да, а вот эта вещь, вот эта вещь, она не превосходит ню отапа монотонности. Потому что это под множеством множества, то, что вы видите здесь по монотонности. Значит, тем самым для каждого Н, для любого Н, мы имеем вот такое неравенство. Давайте вспомним, что мы хотим доказать. Вот где-то это у меня было написано. Это, наверное... Вот там вот. Значит, мы хотим доказать, вот, ню от А больше либо равно суммы. Но, видите, здесь у нас дополнение к Ж это Ф, так что одно слагаемое ровно то же самое. А вместо Ж стоит ЖН. Ну, получили зато правильное неравенство в правильную сторону. Значит, теперь идея в чем состоит? Ну, попробовать перейти к пределу. Значит, смотрите, ЖН возрастают. По монотонности ню от ЖН, пересеченное СА, это будет тоже неубывающая последовательность. Значит, предел заведомо существует. Давайте перейдем к пределу. Значит, устремляем н к бесконечности. Ну, получим какой-то предел, обозначим его через b. Мы не знаем, что получим. Обозначим его через b. Значит, b – это предел. Важно, что он существует. Какой-то конечный или бесконечный. Ну, ясно, что конечный, потому что есть справа у нас ограниченная вещь. Так. Вот этот предел обозначаем. Вот. Ну, и получим, что b плюс ню от f, пересеченное СА, не превосходит ню от А. Ну, и тем самым, если мы докажем, что если мы докажем, что ню от Ж, пересеченное СА, не превосходит b, то все будет доказано. тогда ню от Ж, пересеченное СА, плюс ню от f, пересеченное СА, не превзойдет этой суммы, она не превзойдет ню от А, и, соответственно, получим то, что нам нужно. Вот. Ну, хорошо. Значит, это будем делать вот каким образом. Значит, смотрите. Вот теперь рассматриваем вот эти множества. Значит, G1, G3 минус G1, ну, вот это Е, они у нас, Е1, Е3, дальше G5 минус G, G4 и так далее. Значит, они дизъюнктны. И, как мы уже установили, все друг от друга лежат на положительном расстоянии. Правильно? Значит, можно для соответствующих объединений G2, G2, G2. Вот, G2. Значит, соответственно, что мы можем написать? Мы можем написать следующее, что ню от G, пересеченное с А, по монотонности будет больше либо равно ню от давайте так напишем Е1 объединенное с Е3 и так далее, объединенное с Е2 скажем, К плюс 1 и это все пересеченное с А. Вот так. Ну, понятно, потому что вот это объединение есть под множество G. Так что это просто по монотонности. А здесь у нас, значит, ясно, что у нас вот эта самая почти аддитивность, мы ее знаем для двух, но по индукции она сразу же продолжается до почти аддитивности для любого конечного числа множеств, лишь бы только каждые два были отделены, лежали на положительном расстоянии. Ну, стало быть, вот здесь я могу переписать это пересечение как объединение пересечений, все они будут на положительном расстоянии, значит, я могу заменить на сумму. Здесь получится сумма ню от ежи, ежи пересеченные са по жи от единицы, ну, вот по нечетным индексам, значит, давайте так напишем, 2 жи плюс 1 по жи от единицы до к. Вот так. Так, да? от нуля, от нуля, да, чтобы первый индекс был равен единице. Ну, теперь смотрите, что это неравенство нам показывает? n, то ведь k здесь любое, какой вывод можно сделать? Перейти к пределу. Ну, перейти к пределу, и что дальше? Ну, смотрите, это же вспомогательная последовательность. Вот это вот. Смотрите, слева стоит что-то конечное. Это означает, что сумма ряда конечная. Значит, ряд сходится. Значит, соответствующий ряд сходится. Давайте это запишем. следовательно, значит, и так, вот такой ряд ню от е2жи плюс 1 пересеченное са по жи от нуля до бесконечности, этот ряд сходится. Сходится. Так? Ну, смотрите, то же самое я могу применить и к последовательности с четными номерами. Правильно? Значит, тем самым аналогично аналогично. Вот такой ряд ню от е2жи пересеченные са по жи от единицы до бесконечности тоже сходится. Тоже сходится. Из ровно тех же самых соображений. Ну, а стало быть, и ряд, если я объединю все эти две последовательности в одну, то соответствующий ряд тоже будет сходящимися. Просто сумма двух сходящихся рядов. Значит, тем самым вот такой ряд ню от ежи пересеченные са сходится. Получили сходимость этого ряда. Ну, вот уже мы почти, мы почти уже у конца, так что осталось совсем немного. многое. Ну, вот, а теперь давайте заметим следующее, что ню от g минус g пересеченные са не превосходит ню от g n пересеченные са плюс ню от g минус g n пересеченные са. Это в силу полуаддитивности. Вот я рассек это множество g на две части. Вот. Теперь, в свою очередь, что такое g минус g n. Это же понятно, что g минус g n можно представить в виде объединения вот этих множеств ек, начиная с n плюс первого. Значит, тем самым... Давайте, как тут лучше написать? Ну, во-первых, да, напишем так, что это не превосходит вот чего. Давайте так напишем, что это не превосходит ню от g n пересеченные са плюс сумма ню от вот этих самых ек пересеченные са по к от чего там, значит, у нас минус g мы выкинули, значит, от n плюс 1 до бесконечности. Вот. ну и в этом неравенстве давайте перейдем к пределу. Значит, смотрите, предел первого слагаемого это стремиться к b, так, а второе слагаемое это хвост сходящегося ряда. Вот, собственно, для этого нам нужно было бороться за сходимость этого ряда. А это будет стремиться к нулю при n стремящемся бесконечности. Значит, вот вот это мажорируется вот этим рядом в силу счетной полуаддитивности. Вот она здесь используется. Просто потому, что вот это множество это и есть объединение вот этих множеств. Ну и получили, что же? Смотрите, перешли к пределу, получили, что ню от g пересеченное са действительно не превосходит b. Ну вот в соединении с тем, что здесь написано, это дает нужное нам неравенство, тем самым получаем равенство, тем самым доказано, что любое Боррелевское множество является неуизмеримым. Но в нашем случае в теореме 1 мы взяли какую-то функцию множества со свойствами 1,4, то есть предмеру плюс такая вот почти аддитивность. Ну а теперь если это применить к нашей функции hu, которая обладает этими свойствами, то мы получаем следующее, что все Боррелевские множества являются hu-измеримыми, значит, следствие следствие Боррелевские множества, значит, все Боррелевские множества являются hu-измеримыми. hu-измеримыми. Вот. Вот. Ну вот теперь давайте от абстрактного метрического пространства вернемся в rd. Значит, итак, x это rd с обычной метрикой евклиновой. Вот. И в качестве u от t, как я уже говорил, возьмем t в степени альфа при альфа больше нуля. Значит, вместо того, чтобы писать h с индексом t в степени альфа, будем писать просто h в степени альфа, h альфа. И вот эту вместимость, которую, естественно, здесь назвать альфа-вместимостью, значит, будем называть, поскольку мы сейчас будем рассматривать Боррелевские подмножества, будем называть, мы знаем, что сужение нашей функции h u на Боррелевский сигмалгевру является мерой. Так что вот эта мера называется альфа-мера Хаусдорфа. Значит, альфа-мера Хаусдорфа. Вот. Ну, на самом деле, значит, вот помните, что она определена что она является мерой на более широкой сигмалгебре, а именно на сигмалгебре всех измеримых по соответствующей предмере, по соответствующей внешней мере множеств. Вот. Ну и более того, что сама по себе эта функция определена на всех подмножествах пространства РД. Так что, значит, в тех случаях, когда мы говорим об этой функции как функции заданной на всех подмножествах, то мы говорим про вместимость, чтобы это, кстати, было понятно, а как только речь идет о... мы ее рассматриваем как функцию, заданную на Боррелевской сигмалгебре, тогда она мера, и это мера Хаусдорфа, альфа-мера Хаусдорфа. Так, хорошо. Ну и вот появилась такая вот тем самым, смотрите, у нас их целое семейство, целое семейство этих мер, альфа больше нуля, значит, вот у нас есть целая шкала этих мер. Ну, хорошо, значит, как... Давайте посмотрим, что происходит. Вот мы давайте возьмем какое-нибудь множество и посмотрим, что происходит с его альфа-мерой Хаусдорфа, когда альфа меняется, а множество фиксировано. Значит, вот мы сейчас будем рассматривать вот такую функцию альфа в h альфа от e. e фиксированное Боррелевское множество. Да, даже не обязательно Боррелевское, здесь не важно. h альфа от e. Что можно сказать? Эта функция очень интересно устроена. Значит, оказывается, что она почти всюду или ноль или бесконечности существует всего лишь одна единственная точка, где значение этой функции может оказаться между нулем и бесконечностью. Вот. Ну, значит, более-менее понятно, смотрите, что чем больше альфа, тем меньше значение альфа-меры данного множества. Правда ведь? Почему? Потому что мы же берем… Представьте себе, что мы, когда мы определяем меру, что мы взяли эпсилен меньше единицы. Значит, тогда у нас в определении эпсилен-вместимости будет сумма радиусов в степени альфа. Так ведь? альфа уже будет меньше единицы и бета, скажем, меньше единицы. Значит, когда мы альфу уменьшаем, в этом случае у нас… у нас будет такое свойство монотонности. Так что… Ну вот мы сейчас это все уточним, будет сформулировано в точности теорема, которая покажет нам, как именно это происходит. Ну вот давайте… Пусть в этом разделе… Значит, давайте так, сделаем подзаголовок «Размерность Хаусдорфа». Теорема 1. Теорема 1. Если при некотором альфа больше нуля H альфа от Е меньше бесконечности, то для всякого бета больше альфа H бета от Е равно нулю. Вот. Ну и смотрите, значит, вот давайте сейчас пока не будем доказывать, а давайте введем такое определение. Пусть альфа с ноликом это инфимум тех альфа, для которых H альфа от Е меньше бесконечности. Вот у нас полупрямая ноль бесконечности, вот где-то здесь альфа с ноликом. Тогда в соответствии с теоремой 1 для любого бета больше альфа с ноликом у нас будет ноль. Так? Значит, соответственно, наша функция будет здесь ноль. Вот так. А что будет левее? А левее будет плюс бесконечность. Почему? Потому что если бы была конечность, то тогда альфа с ноликом было бы не здесь, а здесь. По определению инфимума. Значит, соответственно, вот правее, вот здесь, вот здесь, вот справа от альфа с ноликом, у нас будет плюс бесконечность. Ну, а что будет между плюс бесконечностью и нулем в точке с ноликом? Там может быть все, что угодно. Там может быть и ноль, может быть и плюс бесконечность, а может быть какое-то конечное значение в промежутке. Так вот, вот эта самая альфа с ноликом называется размерностью Холлсдорфа множество Е. Значит, альфа с ноликом – это размерность Холлсдорфа множество Е. Множество Е. Ну, сейчас у нас еще есть 5 минут, может быть я успею. Давайте попробуем доказать. Я думаю, что 5 минут нам достаточно доказать, что совсем простое здесь. Ну, хорошо, значит, и так пусть Х альфа от Е, скажем, равно М меньше бесконечности. Так, тогда вспомните, что можно сказать про Х альфа-эпсилен, про эпсилен-вместимость множества Е. Значит, Х альфа от Е – это ведь предел, да, и предел возрастающего семейства. Значит, это будет тоже непревосходительным, тоже будет конечно, правильно? Вот. Ну, хорошо. Вот мы взяли множество Е, но давайте рассмотрим какое-нибудь эпсилен-покрытие множества Е. Значит, вот пусть БЖ – эпсилен-покрытие множества Б. Множество Б. Значит, радиусы РЖ все не превосходят эпсилен. Радиусы. БЖ – это шары. Вот, радиусы не превосходят эпсилен. Ну, давайте рассмотрим сумму РЖ в степени бета. Значит, а бета пусть будет больше альфа. По Ж. Тогда что можно? Ну, давайте рассмотрим. Что можно написать? Можно написать так. Ясно совершенно, что это все не превосходит эпсилен в степени бета минус альфа на сумму РЖ в степени альфа. По Ж. Так ведь. Вот. Ну, а, соответственно, здесь у нас стоит H бета альфа от Е. Оно не превосходит, поскольку это инфимум не превосходит вот этой суммы. Ну, и поскольку я взял произвольное покрытие здесь, то теперь я могу, фиксируя левую часть, могу взять инфимум вот в этой части. И получу, что H бета, только не альфа, а эпсилен. H бета эпсилен от Е не превосходит эпсилен бета минус альфа на H альфа эпсилен от Е. Ну, а это не превосходит эпсилен в степени бета минус альфа на M. И все доказано. Теперь смотрите, что это верно для любого эпсилен. Значит, при эпсилен, стремящемся к нулю, вот это вот стремится к нулю. Значит, тем самым действительно это равно нулю. И утверждение доказано. Утверждение доказано. Ну вот, чтобы так закончить некой интригой. Значит, вот в частности, давайте рассмотрим в качестве Х отрезок 0,1, а в качестве множества Е это множество К, кантерового множества стандартное. Вот оно имеет ли беговую миру 0, правда ведь? Мы с вами помним об этом. Ну а вот какова его хауздорфовая размерность? Вот его хауздорфовая размерность, значит, вот эта хауздорфовая размерность, вот она обозначается вот так, Dim Dimension. H это от Хауздорфа, ну а здесь будет K. Так вот она равна вот чему. Логарифм 2 делить на логарифм 3. Но это не совсем легко доказать. Но вот верхнюю оценку, то что размерность не больше, чем вот логарифм 2 на логарифм 3, мы с вами можем легко получить. Я, может быть, на следующем лекции скажу. А вот нижнюю оценку – это уже нетривиально. Ну ладно. Ну вот, а сейчас я, наверное, должен заканчивать. Так что... Спасибо. 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 Спасибо.